Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе Автостоп-шоу на Пилот-радио. Километры полезной информации. Сегодня на Пилот-радио стартует информационно-познавательный проект Автостоп-шоу. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яурой. Я Марина Семенова. Рады приветствовать вас. Здравствуйте. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении получаса будем обсуждать вопросы, связанные с заменой летней резины на зимнюю. Когда это правильнее делать? Какую лучше выбрать? Узнаем о предпочтениях тверских водителей в выборе шин, о том, как их хранить и многое-многое другое. Разбираться во всех этих вопросах нам будет помогать авторитетный эксперт, генеральный директор компании Всеволод Александр Яврожский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш гость, эксперт дня, пришел не с пустыми руками. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у него заготовлен специальный тематический автоприз. Обязательно разыграем его среди слушателей автостоп-шоу на Пилот-радио. Следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. Также впереди вас ждут наши познавательные рубрики «Автофакты» и «Авторелиз». Ну а теперь обо всем по порядку. Предлагаю начать разговор о природе, о погоде, как это делают многие культурные люди. При встрече погода уже месяц устраивает нам так называемые качели. То у нас проливные дожди, температурные показатели буквально-таки зашкаливают, ставят рекорды. Порой у нас все-таки в другие дни заваливает снегом, температура стремится к нулю. Многие автомобилисты теряются. Вот что при таких обстоятельствах погодных делать? Пора менять резину на зимнюю или же пока оставаться на летней? Александр, как поступили вы? Ну я настоятельно рекомендую уже поменять шины. Это уже многие горожане сделаны. А сами вы уже поменяли? Да, поменял. А когда вы это сделали? Вчера. Перед снегом мне повезло. Вот оказывается, почему снег пошел. Да, и тут интересно поговорить, может быть, кто еще не поменял шины, как это максимально выгодно сделать. Думаю, что будет интересно. Расскажите, поделитесь. Я думаю, что вы лучше всех это знаете вопрос. Да, хочу поделиться информацией, значит, не рекламируя нашу шинную сеть, да, а просто это можно купить и у наших конкурентов. Но смысл в том, что сейчас производители автошин делают дополнительные программы, свои личные, собственные, от завода. Допустим, компания там Nokia, Antares, Michelin, Ecogama, Pirelli, Continental, их можно долго перечислять. То есть, они предлагают расширенную гарантию. И вот эту расширенную гарантию нужно просить у продавца. С этого места поподробнее. Да, кто участник этих программ. То есть, что бы ни случилось с шиной в течение, в основном это год, дается гарантия на год. Что бы ни случилось с шиной, а бордюр вы ее порвали, там неудачно куда-то на штырь заехали, она, в общем, стала неремонтно пригодной. Вам ее в этом шинном центре поменяют абсолютно бесплатно. Это такая своеобразная страховка, это важно, она работает. Здорово. Да. А цена вопроса? Бесплатно поменяют. Нет, я имею в виду, сама гарантия, это тоже чего-то? Гарантия тоже ничего не стоит. То есть, это дают официальные представители. Вот если там компания FCO, это официальный представитель, дилер компании Nokian Tires, то есть, во всех шинных центрах Vianor, такая гарантия предоставляется, ну, бесплатно, без всего, приезжайте. Более того, в компании Nokian семейство шин Хакапеллита, это гарантия не на год, а на весь срок действия службы. То есть, на два, на три, на пять лет, за сколько вы ее искатаете. То есть, если остаток протектора больше, чем 4 мм, эта гарантия работает. Следующая преференция – бесплатный шиномонтаж. Ее тоже дает не продавец шина, а дает непосредственно завод. То есть, в этих шинных центрах, которые участвуют в этой программе, при покупке шин вам меняют их абсолютно бесплатно, а компенсируют потом этому шинному центру непосредственно завод. Как здорово! Такие лайфхаки, уважаемые радиослушатели, ловите, не пропустите. От эксперта дня Александра Егоровского, генерального директора компании Всеволод. Александр, все-таки еще мы вернемся к вопросу о замене шин на зимние. Когда это правильно делать? Существует какой-то регламент? Да, существует правило, оно, естественно, все шинники узнают, то есть, когда среднесуточная температура не больше плюс 7 градусов. То есть, как только она меньше плюс 7, уже можно менять. И производитель гарантирует, что с шиной ничего не случится. Поправлюсь только с качественной шиной. То есть, сейчас все боятся менять, допустим, шипы повылетают. Основные мировые производители достигли таких результатов, что шина на асфальте, на голом не вылетает. Я могу сказать, это про известные марки. Это тут опять Нокиан скажу, как, наверное, лидер зимней продукции. Но пусть не обижается и Мишлен, и Континенталь, такие же лидеры. У них шипы не вылетают. У более бюджетных шин шипы могут вылететь. Но если обкатать шину аккуратно, то есть, не надо горцевать, как гусар при старте, и резко тормозить там, то есть, плавно постарайтесь объехать, и на асфальте обкатать в течение, ну, хотя бы километров 500 в спокойном режиме шину, шипы не будут вылетать. Ставьте спокойно и ездите по голому асфальту, ничего не будет. Ну, вот я на своем личном опыте могу подтвердить то, что сейчас сказал Александр. Я в свое время, кстати, в шинном центре Вианор приобрел резину зимнюю Нордман SUV. Это, в общем-то, дочка, скажем так, того самого Нокиан. И за все время, вот уже два года эксплуатации, вы знаете, какие у нас бывают обычно весны, когда вроде снег уже сошел, но еще рано чувствуется, что переобуваться, бывают разные погодные сюрпризы. Вот за все это время, два года, это, по сути дела, ну, сколько получается, где-то пробег по 5000 где-то километров за вот этот период установки зимних шин, практически ни одного шипа я не потерял. Хотя там довольно большой процент был езды именно как раз по асфальту. А для наших тверских зим вот что, только шипы можно порекомендовать, или же все-таки может быть липучка? Шины или липучка, что чаще берут? Ну, конечно, выбор у человека всегда есть, да. Поэтому кто-то любит шипы, кто-то любит липучку, и каждый отстаивает прям, да, бывает, с первого рта свою точку зрения. Я выбираю все-таки шипы. Причина, я езжу по разным типам дорог, и по магистралям, и по проселочным дорогам, и по городам. Вот. Бывает, что большие наледи на поворотах бывают на трассах, вот на региональных трассах, и вот на льду это... С шипами увереннее? Конечно. Нет, не то что увереннее, не снесет. А если вы поставили липучку, конечно, это должна быть обработанная трасса противореагентами, да, противоснежными, что угололедными, и там более уверенно. На снегу, вот, кстати, шипы не работают вообще. То есть... Это легенда. Да, шипы, они, ну, как бы... Вот только это лед, причем при торможении очень важно, и при трогании. То есть для неопытных водителей я однозначно советую шипы, ну, а опытные со мной советоваться не будут. Но все-таки по вашему личному опыту, вот что чаще у нас приобретают наши тверские автовладельцы? Шипы или фрикционную резину? 70% шипованной шины, 30% не шипованной. Ну, вот, кстати, об ошипованной резине мы подготовили интересную информацию, а не рубрика «Автофакты» прямо сейчас на Пилот-радио. Автофакты. Ошипованная резина. Зимняя резина, оснащенная специальными шипами противоскольжения, обеспечивающими лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение в условиях гололезицы и обледенелого снега. Первые ошипованные шины для езды по снегу были созданы в 1933 году компанией «Мишлен». В среднем одна ошипованная шина содержит от 80 до 150 шипов. Использование ошипованных шин запрещено в большинстве стран, в основном по причине негативного влияния шипов на состояние дорожного покрытия. Данный тип шин широко используется в России и скандинавских странах, где зимы более суровые и продолжительные. Энциклопедическая информация для всех нас. Оказывается, вот так давно уже были изобретены в мире шипованные шины. Александр, в России у вас есть вот такие данные, когда массово начали использовать шипы? Ну, наверное, это конец 80-х годов, массовость. А в начале 80-х это были единичные случаи, это был дефицит большой. Тогда все было дефицит. Тогда понятие даже зимней шины у автомобилиста, это было, ну, что такое, с космосом связано. Не всякий слышал, да. Да, не всякий слышал и достать тем более не мог. А как пошла перестройка у нас, пошли работать заводы уже, начали появляться. А если вот про экологию проговорить и про разрушение дорог, вот сейчас в ролике я слышал, это важный момент. То есть все мировые производители, и Мишлен, и Континенталь, и Нокиан, и Бриджтоун, они занимаются тем, что разрабатывают шипованные шины, которые наименьше разрушают дорогу. То есть работают институты, и вот эти вот, для нас, казалось бы, расположение шипов, форма шипа, наконечник шипа, это все они делают для того, чтобы снизить нагрузку на автодорогу. И они вот в этом преуспели. Причем даже есть сертификаты в той же Финляндии, Швеции, в Северной Европе, которые не допускают многие шины, шипованные шины на свои дороги. Ну вот смотрите, Александр, в свое время, вот у меня опыт эксплуатации шипованные шины, начался в 98-м году, и в тот момент я приобрел, это был гисловед, но гисловед необычный, он был восстановленный. Он был восстановленный в Западной Германии, привезенный сюда, в Россию. Естественно, стоил он где-то почти на порядок дешевле родного гисловеда, и, в общем-то, он неплохо отходил. Сейчас такая практика существует в восстановленных покрышках заводским способом. И насколько она распространена у нас, в нашем регионе? Она у нас не прижилась. Дело в том, что проблема с каркасами этих шин, ну и где их взять, эти каркасы, и качество этих каркасов. Поэтому вот я всегда всем своим покупателям и друзьям, и знакомым советую, возьмите лучше дешевую новую шину, чем какую-то бэушную. То есть что восстановленные шины? Это значит, что каркас шины, он прошел сколько-то тысяч километров. Куда он заезжал, в какие ямы. Внутри шины находится корт. Корт – это нити. Нити эти могут рваться. И вот каждую шину на рентгене проверять не будут. Берут старый каркас, клеят протектор и запускают. Поэтому не прижилась. Другое дело, на грузовых шинах, это, конечно, там каркасы гораздо более надежные, большие, и это повсеместно используется. То есть люди сдают каркасы, им холодным или горячим методом делают новый протектор. И они еще, то есть восстановленная шина проходит больше, чем новая даже. Есть такие данные. Но это чисто грузовые вещи. А вообще, если говорить о шинах БУ, вот как не попасть в просак, если все-таки решились на покупку их? Значит, да, но первое, обратите внимание, если все-таки вы решили, на год выпуска. Год выпуска изображается у всех одинаково. Он изображается в небольшой овальной форме. Где-то, ну, длина ее этой овальчика где-то сантиметр-полтора. И внутри написано четыре цифры. Первые две цифры означают неделя, вторые две цифры означают год. Допустим, 0,2, 15. Значит, вторая неделя 15-го года. То есть, лимбарская где-то. Да. Если шина там 10-го года, а сейчас, надо говорить, 19-й, вы ее однозначно не берите. Почему? Потому что в шину входят всевозможные эфирные масла и другие легко улетучиваемые элементы. За эти годы они все, эти элементы, они отвечают за сцепление, за эластичность шины и другие. Они все улетучиваются. Максимальный срок использования шины, это по советскому ГОСТу 5 лет. Да. То есть, если шина старше 5 лет, то, наверное, смысл какого? Ну, уже нету. Ну, 6. Так. Ну, знаете, Александр, меня в этой как раз связи все время мучает вопрос. Я его давно-давно пытался задать, вот пользуясь случаем задаю. Вот шинные центры, которые располагают большой базой, то есть вот этих покрышек, которые они держат, по истечении этого срока, куда они их девают? Новые шины, я имею в виду, которые никто не приобрел. Вы только что сказали, что они, в общем-то, стареют, даже если просто лежат. Ну, они не так стареют. Почему? Потому что у нас, это же склад, а шина на дороге, она работает в агрессивной среде. Это соль, это масло, это, ну, всякие жидкости тормозные. То есть она соприкасается с агрессивной средой. Вот как будто вы берете и там, грубо говоря, эту шину моете постоянно там каким-нибудь там фэри там или там чистящим средством. То есть вот химия. Я всегда думал, что она от этого будет только лучше. Да. А шины на складе неспокойно можно покупать и трех, и четырех годовалую шину. То есть здесь нет. И, ну, естественно, что продавцы все смотрят, чтобы шины не застаивались, устраиваются распродажи. Старых шин нет. То есть есть шанс, возможность купить, допустим, пятилетнюю шину сейчас по какой-нибудь смешной цене, да? В начале сезона у нас была большая распродажа. Там, да, как бы люди купили вот такие шины по дешевой цене. Но в основном шины все новые. Ну, вот шины каких производителей выбирают россияне? Этим вопросом задались специалисты. И вот что они выяснили, рубрика «Авторелиз» уже в нашем эфире. Авторелиз. Специалисты группы компании «Автоспеццентр» провели опрос среди своих клиентов и выяснили, какие шины они предпочитают покупать. Оказалось, при выборе резины опрошенные все чаще отдают предпочтение покрышкам российского производства. Таковых 60%, а 40% выбирают импортные шины. Среди зарубежных шин респонденты предпочитают использовать китайские. Об этом рассказали 40% опрошенных, 25% приобретут шины японского производства, 14% корейского, малазийские – 9% респондентов. А покрышки из Сербии и Германии популярны лишь у 8,4% соответственно. Александр, это общероссийские данные. Совпадают ли они, по вашим ощущениям, с предпочтениями тверских водителей? Значит, на самом деле российских брендов осталось только два. Это Нижнекамский шинный завод и Кордиант. Вот на них 60% и приходится. Но, почему, так скажешь, 60%? Это немножко... Ну, так или не так? BMW где производится? В Калининграде. Так же и с шинами. То есть, компания Nokia Tires самый большой завод в Европе, в городе Всеволожск, это Ленинградская область, континенталь – город Калуга, Бриджтон – Ульяновск, Мишлен – в Подмосковье. Ну, короче, все уже поменяли прописку на российскую. Все серьезные игроки... Как их называть? Считать их российские? Да, все серьезные игроки производят шины здесь, в России. Но это не значит, что качество российских шин иностранных производителей хуже, чем аналогичные шины, произведенные где-то там в Германии или в США или в других странах. То есть, качество очень хорошее. И, опять же, я говорю, что солидные производители как раз-таки дают расширенную гарантию, чтобы потребитель понимал, что они, производители, отвечают за качество. Автостоп-шоу на это вот радио. Продолжается эксперт дня. Сегодня генеральный директор компании Всеволод Александр Еворский готов подарить одному из наших слушателей подарок. Все это будет несколько позже. Ну, а сейчас мы продолжаем наши вопросы. Вот очень нам интересно при замене шин. Мы немножко пообщались, пока вы слушали рекламу. При замене шин у человека, вот он приходит в магазин, и возникает вопрос, почему производитель может быть один и тот же, но одна шина у него стоит дороже, другая дешевле. Значит, да, вопрос актуальный, и люди вроде бы говорят, зачем переплачивать? Вот я коротко расскажу, зачем переплачивать. Если какой-то производитель выпустил новинку, эту новинку обязательно сравниваю с предыдущей моделью, которую выпустил тот же производитель, и с другими конкурентами. Так вот, новинка по своим техническим характеристикам всегда однозначно будет лучше, чем предыдущая модель. А что значит лучше? Это значит, короче тормозной путь. Значит, это уверенное вхождение в поворот. Значит, это еще какие-то свойства динамические, которые помогут вам увереннее быть на дороге. Вот за это и берут деньги. То есть, вот вы тормозите на светофоре, да, вам надо было там 12 метров, чтобы затормозить, а вы затормозили на 13 и въехали. А на новинке вы на 11 затормозили. Вот за этот метр вы переплачете там тысячу рублей там с шины, с каждой, допустим. Вот такой ответ. Вот на дорогу 4. Да. Ну вот, кстати, для тех, кто думает приобретать или подождать с новым комплектом шин, у нас тоже есть весьма интересная информация, полезная. В 2020 году, оказывается, ожидается резкое подорожание шин на российском авторынке на 15-20%. Такими прогнозами располагают специалисты группы компании «Автоспеццентр». Это связано с возможным введением обязательной маркировки для борьбы с контрафактом, процент которого на рынке сейчас составляет 10-15%. Введение маркировки повлияет на розничные цены, говорят эксперты, поскольку потребуют инвестиции в оборудование для ее проведения. Александр, что вы думаете по этому поводу? Да, у нас есть информация официальная от Минпромторга, что пока отложили до декабря 2020 года. То есть в 2020 году... Год у нас есть. Да, год мы будем спокойны, чтобы не в авральном режиме. То есть спасибо нашему правительству. То есть бежать... Подумали о гражданах. Да, бежать никуда пока не надо, все будет пока стабильно. Но в объективе все равно это рано или поздно произойдет. Да, я думаю, с 2021 года это начнется. То есть сейчас пока мы поймем, что какое оборудование надо приобретать, чтобы нам сканировать каждую шину придется. А вот, кстати, вот в этом же сообщении прозвучала информация о контрафакте. Шины, оказывается, тоже подделывают? Нет, не подделывают. Здесь речь идет, скорее всего, о каких-то серых схемах ввоза в Российскую Федерацию. То есть подделать шину, это очень невыгодно. Здесь, наверное, может идти речь и вот об этих псевдовосстановленных шинах. Ну, в основном, вот эти 10% это Китай. Это и, да, из страны вот Юго-Восточной Азии, может быть, оттуда. То есть вот это все. С Европы и с других стран контрафакта нет. Вот, может быть, заградить китайские шины они хотят таким образом. Смотрите, Александр, вот такой вопрос тоже интересный. Каждый год у нас в стране продается где-то порядка полутора миллионов новых автомобилей. Естественно, после того, как они попадают на рынок, лет пять они откатывают на той резине, которая стоит. Вот вы ощущаете вот эти вот приливы и отливы вот этого спроса автомобильного на деятельности вашего центра? Ну, конечно, да. Ощущаем. Мы в последние годы заметно, что покупатель... Их больше-меньше стало. То есть вы чувствуете вот эту волну? Дело в том, что, да, дорогие шины стали покупать неохотнее. Вот так скажу. Не скажу, что их стали покупать меньше, просто неохотнее. То есть видно, что доходность у населения упала. Ну, а так, если у тебя там старенькая копейка, ты все равно будешь на ней ездить, и все равно придется шины менять. Так что здесь, ну, просто ушли в более дешевый сегмент люди. Ну, не от хорошей жизни. В развитии темы, смотрите, люди меняют колеса. То есть он приобретает новое колесо, соответственно, там в сборе, не в сборе, это уже другое. А куда девается то колесо, которое он оставляет, снимает? Вот эти вот свалки, которые существуют, это ведь, наверное, ненормальные явления. Вы как-то с этим боретесь? Да. Очень печально, что немногие это делают, но наша компания к их числу не относится. У нас официальные договора с заводами по переработке автошин. Специализированные машины от этих заводов сами приезжают к нам. Мы загружаем БУ-резину и ее перерабатывают в частности Дмитровский завод по переработке. Он делает в дальнейшем спортивные площадки из этих шин. То есть их превращают в крошку и из этой крошки уже делают всевозможные плиты. Спортивные площадки, железнодорожные переезды. В Москве есть тротуары, которые делают из бушных шин. Ну, в общем, идет, машина получает вторую жизнь, так скажем. Хорошо, еще один такой раз. При эксплуатации автомобиля вот на износ и стойкость шин что влияет? Манера вождения что? Как дольше соберечь ее? Нет, манера, конечно, влияет. Чем быстрее человек ездит, тем больше шина нагревается. Чем больше шина нагревается, тем быстрее она стирается. Единственное, любитель еще резко притормозит, да? Да, да. Тоже влияет. Плюс ко всему, обязательно проверяйте давление в шине. То есть, если вы посадили там полный экипаж в автомобиль, плюс багажник загрузили, значит, нужно открыть технические характеристики, представить, что нужно поднять давление шины. Вот. Потому что при обычном давлении она тоже начнет больше стираться. И важно вот это вот давление проверять. Сейчас мы все обленились, но хотя бы раз в неделю там купите манометр, он не очень дорого стоит там, и проверьте. А если не хотите сами проверять, на любой шинный центр заедьте и вам проверят либо бесплатно, либо 10 рублей, по-моему, это стоит. Так что, да. Ну или, как вот я уже сейчас сказал, один из способов, который я тоже познал благодаря Александру, это уже лет 10 я накачиваю шины азотом, которые, в общем, избавляют вас, по сути дела, от этого ежедневного, ну или еженедельного контроля давления. Ну да, шина не греется, когда накачано азотом. Она не греется, да, она постоянно содержит, и вот это одно, скажем так, из таких заманух шинного центра Вианор и всей компании группы Всеволод. Кстати, Александр, а у вас азотом накачаны шины? Вы знаете, я зимой вообще не накачиваю азотом, летом накачиваю, да, зимой ленюсь, что ли, я не знаю даже. Ну, как бы, больше попробуйте летом. Вот это видно, летом это будет, прямо услышите шину, что она стала тише. При прохождении, там, рельс, препятствий каких-то, реально так и есть. Ну, и, собственно говоря, на малых проколах она будет дольше спускать, и вы успеете всегда доехать до шины. Да, раньше в советское время все вот автобусы обязывали накачивать азотом, чтобы шина не взрывалась. Ну, а сегодня их качают самолеты и болиды Формулы-1. Да. Вот так вот. Хранение шин, вопрос тоже очень важный и серьезный. Вот посоветуйте, как правильно их хранить, каких ошибок стоит избегать? Значит, избегать в первую очередь вот где-то в гараже положили шину и не посмотрели на что. А шину положили на масляное пятно. И вот взаимодействие с моторным маслом приводит к разрушению шины. Вот. И весной были даже такие случаи, человек приходит, у него она вся потресканная. Солнечные лучи тоже, да, говорят, влияют? Да, солнечные лучи. Если кто-то на балконе, например, держит? Да, лучше положить в пакеты, да, в пакеты, чтобы прямых солнечных лучей не было. А вот как, вертикально или горизонтально положить? А смотря как, тут, если вы на дисках храните и если вы без дисков храните. Без дисков, вот, предположим, вот мой пример. Просто именно по концу. Я бы, да, да, просто вертикально поставил на полку. Ну что ж, пришло время для нашего специального тематического автоприза. Автоприз. Телефоны студии Пилот Радио уже готовы принять звонки от наших слушателей. Озвучу номера. Это 330-777-78-7710. Звонить можно уже прямо сейчас. И я вижу, что телефонные линии обе уже даже заняты. Александр, что сегодня у нас на кону? Давайте узнаем, наконец-таки, что вы приготовили нашим слушателям. Мы хотим подарить комплекс шиномонтажных услуг по сезонной замене шин на любой автомобиль, которым владеет победитель. Выигравший, да. Да, выигравший победитель. Это может быть кто-то один из вас, радиослушатели. Итак, вопрос. Итак, я беру звоночек. В студии уже принимаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей. Очень рада приветствовать вас в студии Пилот Радио на Автостоп Шоу. Сегодня премьера нашего шоу. Еще раз напомню, Сергей, у вас какая машина? Какой автомобиль? Отечественная. Лада. Отечественная. Здорово. Так. Вы готовы принять участие в нашем розыгрыше? Не передумали? Пока нет. Пока нет. Не передумали. А вы уже переобулись? Нет, кстати, завтра еду. Переобулся? Я, но, да. Вот. Завтра человек едет в вашу компанию. Давайте попытаем счастье. Вдруг вы переобуетесь бесплатно. Вообще бесплатно, да? Да. Сергей, когда была запатентована первая пневматическая шина? Готова вам помочь? Я озвучу варианты ответов. В 1585 год, 1888 год и 1915. Выбирайте правильный вариант. Давайте средний. 1888 год. Мы очень рады, что вы стали победителем. Удачи вам. Спасибо всем. Да, удачи на дорогах. Мы очень благодарим Владимира Яура. Его поздравляем с дебютом. Прекрасная передача. Да, всего самого хорошего. Ну, а я скажу уже завершу, как обычно. Удачи вам и вашим авто. Пока. Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостопшоу» на Пилот Радио. Километры полезной информации. Километры полезной информации.